Меня отвезли в больницу, и то, что я там увидел, а я смотрю, какая-то странная палата, решетка. Дверь за мной захлопывается. И смотрю, короче, чувак лежит в крови. Но, мне кажется, звукорежиссеры должны знать изнанку этой жизни. И мне привозят кресло-каталку. И мужик падает, и прям башкой как-то вот рассекает себе там лоб, висок, короче, и у него начинает течь. Я такой, что, что, там уже один лежит в какой-то крови, второй уже начинает лежать с рассеченной башкой, короче. Я думаю, что, что? Некоторых еще кровати привязывали к ножкам кровати за руку, чтобы они не могли как бы встать. Некоторых соседей не было, но была одна женщина, у которой случился сердечный приступ от моего пожара. Тем временем описываю ситуацию в палате. Кровь и моча заполонили вместе с говном весь пол. И в тот момент я подумал, блин, в этом что-то есть. С ши там прыгают. И лежит человек, его голова под унитазом, и голова другого человека с другой стороны под унитазом. Вы куда меня поместили? Я же вас сам вызвал! А ему медсестра. Да что, ты сдох, пидорас! Мне не помогли. Я Андрей Суперфлай, и у меня сгорела студия. Возможно, вы об этом слышали или видели мое прошлое видео. Из-за моих каких-то достижений, это я работал с Оксимироном. Все, больше достижений никаких нет. Короче, сгорела у меня студия. Об этом есть прошлое видео. И это было очень печально. Я не могла вообще. Но намного печальнее было то, что произошло после того, как сгорела студия. Когда я попал в больницу. Сейчас я вам об этом расскажу. Кстати, после того, как вышло прошлое видео, мне написал один из моих клиентов. И такой говорит, Андрюха, ты же на самом деле все предсказал. Вот смотри, на твоей студии звукозаписи, типа, Смоки Мо читает рэп, и типа, все горит. Будка горит, кухня горит, все горит. И он говорит, ты же предсказал, а я думаю. Однако. Вот кусочек. Руки не запачканы, не докопаться. Может быть, я реально это предсказал? Ладно, короче, в прошлый раз я вам рассказал о том, как произошел пожар, что там происходило у меня в голове с моими родственниками, со мной после пожара, как у меня руки заживали. Но не рассказал одну интересную вещь. После пожара. Меня, короче, отвезли в больницу. И то, что я там увидел, представляете, это Новый год, новогодняя больница. Обход больницы Дедушка Мороз начинает с хирургического отделения. Пришли порадовать детей. И кадры, которые предо мной пристали, это к уровню балабанового. Вот прям жесть, жестянка. Жених приехал. И, соответственно, сейчас буду вам я про это рассказывать. И буду визуализировать какими-то картинками и видосами из интернета, чтобы нагляднее показать. Ничего не думайте, просто для наглядности. Ну, чего, короче. Поехали. Одиннадцатый фильм Алексея Балабанова. Ну вот, на чем закончилась прошлая часть. Я понимаю, что уже все. Пожар своими силами я точно не смогу погасить. Выходим мы на лестничную площадку. Слышим, уже поднимаются пожарные. Тянут шланг. В общем, заходят. Говорят, все, мы погасили. Пожарные вызвали скорую. Мне скорая обмотала руки на манер варежек. Я такой, чисто вот, со своими обгоревшими руками. Предлагают поехать в больницу. Я так ок, но я понимаю, что хер знает. Я надышался, наверное, вот этим всем. У меня там руки, короче. И отправили меня в больницу. А девушка осталась говорить с дознавателем. Сидел я еще под домом. Полчаса что-то вот врач меня спрашивал. Типа он говорит, отхаркни там. Я отхаркнул что-то. Ну да, черное как бы вот. Да, лицо у меня вообще все черное было, как у афроамериканца. Ну и, соответственно, приезжаем в больницу. Не буду говорить, как она называется. И первая какая-то странность заключалась в том, что когда у меня брали из руки кровь, ваткой, которую он у меня протер, она не была проспиртована. Я подумал, что-то как-то странновато. Вот. Но нужно помнить, что это Новый год. Вторая странность, которая меня поджидала, заключалась вот в чем. Они как бы ведут меня, типа, как бы в палату. Вот. И подводят к палате. Говорят, ну в общем, раздевайся. А я смотрю, какая-то странная палата. Решетка. Я такой думаю, что-то тут не то, короче. Из-за решетки как-то что-то, Брагозиня какой-то. Блин, странно. Ну, думаю, ну, типа, не знаю, может, не успели переделать там из чего-то. Просто какая-то дверь, решетка. Ну, ладно, бывает, наверное, там. Страшно, знаете что? Что перед тем, как разделили, я говорю, а может, не надо? Да. Я как бы интеллигентный, в общем, человек, звукорежиссер. Зачем мне, собственно, как бы за решетку? Я раздеваюсь, как бы до трусов. Сумел оставить, как бы, кальсоны. Окей, это уже неплохо. Захожу, короче, я туда. Дверь за мной захлопывается. И тут я понимаю, что... Бля, это похоже на вытрезвитель. Так, еще заранее хочу подчеркнуть то, что я не пью. Перед Новым годом у меня были проблемы с желудком. И, в общем, я обращался там к гастроэнтерологам и так далее. Короче, я жрал антибиотики. Вот. Я тогда был, соответственно, на антибиотиках. И не подумайте, что я... Что это что-то как-то связано с чем-то таким. Нет. Я сидел на антибиотиках. Я не пил, не курил. И ничего, как бы, такого не употреблял. Вот. Но все же... Все же оказалось в этом странном месте. Так. И сейчас нужно сказать, что особо впечатлительным дальше лучше просмотр не продолжать. Потому что по ходу повествования я буду рассказывать о совсем какой-то непотребной жести. И чем дальше буду продолжать свой рассказ, тем ожесточенность будет все нагнетаться и нагнетаться, короче. Рассказ совсем не для детей, не для беременных. Короче. Захожу в палату. И за мной закрывается дверь. Таким скрежетом. На ключ. Я думаю, на ключ? Вы серьезно? Я такой только о двери, как бы, думал. Поворачиваю голову и смотрю, короче. Чувак лежит в крови. У него изо рта течет кровь. Как-то с говном. Ну, как с чем-то коричневым. Очень похоже на испражнение. И как бы и красное, и вот, и что-то такое. И он в этом всем лежит, как бы, на полу. А я босиком. Я думаю, что-то здесь как-то... А я еще после пожара. То есть, я только что, у меня все сгорело. Я такой. Эй. Бог. Или кто там. Я такой. Ну, на самом деле, на самом деле, я такой. Блядь. Ну, как-то в душе. Потому что я такой сдержанный обычный человек. Окей. Медсестра. А интересным образом медсестра расположена за решеткой. То есть, все пациенты за решеткой от медсестры, которая сидит там, как надзиратель. Вот. Я говорю, а когда меня отсюда выпустят? Потому что мне сразу перестало там хотеться находиться. И я сразу начал сомневаться в том, что мне окажут какую-то медицинскую помощь. И медсестра говорит, ну, когда будет готова кровь. Я такой. Ну, кровь окей. Типа, чрезвычайная ситуация у меня там это все. Руки там. Отравление какое-то. Я же думаю, что, может быть, я надышался, и я там сдохну от интоксикации какой-то. Вот. Это было токсикологическое отделение. Но, по сути, это было, мать его, вытрезвитель. Это был Новый год какого-то больничного вытрезвителя, где была полная жесть. И сейчас я об этой жести буду потихоньку рассказывать. Это, конечно, не звукорежиссерская история. Но, мне кажется, звукорежиссеры должны знать изнанку этой жизни. Потому, что это все часть сведения. Мы сводим эту жизнь. В общем, стою, жду там этих анализов. И мне привозят кресло-каталку. Я думаю, бля, нахрена мне она нужна? Но, с другой стороны, там пол как бы грязный, как вы поняли. Я сажусь на эту кресло-каталку такое. Ну, окей, нормально. И в это же время, когда мне привозят кресло-каталку, мужик начинает орать. Подходит к этой железной двери с решеткой, короче. И начинает по ней жестко как-то так бить. Типа, выпустите меня нахуй. Выпустите меня ногами давай, короче. Как бы, да, в принципе, я понимаю. Я разделяю его внутренний позыв. Но не разделяю эстетический позыв. И, как бы, ни эстетический, ни внутренний позыв не разделила уборщица, которая, кстати, мне коляску и принесла. И знаете, что вот дальше эта уборщица заходит в палату, подходит к этому чуваку и говорит, «Ах ты, сука! Ах ты, тварь!» И, короче, начинает всеми вообще известными и неизвестными словами. И это, знаете, доля секунды. И потом сразу он начинает его срубать. Вы понимаете, мужик здоровый, а она маленькая. И она его просто... Он падает, а в эту железную койку, как шконка, я не знаю, там, ну, то есть, это симуляция, реально. Ну, вот, сами понимаете, чего. И мужик падает и прям башкой как-то вот рассекает себе там лоб, висок, короче, и у него начинает течь красная жидкость. Вот. И я говорю, господи, это вот если есть теория симуляции, то она очень интересная. А эта уборщица, она начинает его добивать еще. Я такой, что, что, там уже один лежит в какой-то крови, там, второй уже начинает лежать с рассеченной башкой, короче. В общем, она его бьет, все, она ушла, типа, она с ним разобралась. Все, он не кричит, в дверь не стучит. Лежит и воет. Зачем, в общем-то, ему выйти, собственно, но, возможно, как бы от боли. Приходит медсестра, ему укольчик делает, все, он заснул прямо на полу. Так им... Совершенно без разницы на то, что у человека серьезно, как бы, травма головы там произошла. 11-й фильм Алексея Балабанова. Далее. Парень лет 25, достаточно такого ухоженного вида, совершенно не похожа на какого-то алкаша или наркомана. Совершенно не похож на тот контингент, который там присутствует. Тоже начинает, как бы, уже в решетку так теребить и говорить, типа, выпустите меня, а, ну, там, и, ну, может быть, и с матами, может, и без, я не помню. Ну, короче, начинает требовать, предъявляет свои требования и обращается, значит, к клятве Гиппократа. Он говорит, вот вы клятву Гиппократу давали, все это орет и там, и так далее. То есть, уже начинается аргументация, короче, приступает к этому, типа, вы зачем меня здесь держите, короче, вот, и все. А ему, у меня сестра, да успокойся ты, да успокойся ты, короче, вот. А потом, так, ну, если не хочешь успокаиваться, она такая, выходит, голову ссовет, эй, типа, Олег. Тут приходит Олег, я не знаю, со своим другом каким-то, и просто его нокаутирует, парень, типа, падает и тоже стонет, и тоже ему, короче, по-моему, уколы делают, и тоже он засыпает. Некоторых еще кровати привязывали к ножкам кровати за руку, чтобы они не могли, как бы, встать. Но не наручниками, а тряпками, насколько я помню. Или чем-то, хер знаю чем. И представьте, я только что пережил какую-то, так, трагедию всей моей жизни, когда у меня разгорело все то, что я пытался как-то наработать, значит, по крошечке, по копеечке, там, по чуть-чуть, там, создавал, как бы, влиял на музыкальную индустрию России, короче, на андеграунд-сферу, да, которая потом, впоследствии, прорывалась в мейнстрим. И тоже, я думаю, я тоже, вот тоже прорвусь в мейнстрим, а прорвался, короче, в какой-то ад. Да. Я такое вижу, как здесь обстоят дела, как-то вот, не так, как мне хотелось бы. И я уж понимаю, что тут барагозит, ну, как бы, не стоит, скорее всего. Но все-таки не очень хочется там находиться. Так застенчиво подхожу к этой решеточке и говорю, здравствуйте, ну, постараюсь быть максимально интеллигентным, такой, здравствуйте, а когда вот можно будет уйти отсюда? И медсестра такая, когда будет готова кровь? Я такой, а когда будет готова кровь, вы не подскажете случайно? Она говорит, с утра. Я говорю, я думаю про себя, пиздец. Потому что всю ночь тут быть мне не очень хочется. Потому что здесь как-то для меня опасно. И, знаете, негигиенично. А ведь перед тем, как зайти в эту палату, я этим врачам скорой говорил, ну, пацаны, ну, давайте я посижу, как бы, тут на диванчике, рядом диванчик, зачем мне, типа, идти в эту палату? Они мне сказали, нет, надо идти. И, знаете, я не люблю вот этого врача скорой. Я видел вот в его глазах вот это, типа, а, сука, ты получишь свое? Зачем мне это, типа, нужно вообще? Я ничего плохого не сделал. И чтобы вы понимали, из-за дыма, значит, дым пошел наверх. Некоторых соседей не было, но была одна женщина, у которой случился сердечный приступ от моего пожара, по ее словам. И ее тоже отвезли в эту же больницу. Она сказала, что ей повезло, что ее в палату... Ей разрешили в палату не заходить. А почему ей разрешили, а мне не разрешили? Да, прикиньте, она вообще туда попала. Чтобы вы понимали, там не только моя такая палата, там моя палата такая, вторая палата такая, и третья, короче, женская. А может, женских тоже две, я не знаю. Ну, женская, это, простите меня, там такие крики оттуда шли. Это просто ужас вообще. Тем временем описываю ситуацию в палате. Кровь и моча заполонили вместе с говном весь пол. Пьяные и всякие обдолбанные чуваки, периодически даже нормальные, заполнили все пространство. По два на койке, по два под койкой, там по углам, по полу. Короче, все, 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 какая-то жесть. Курят прямо там. Зрелище такое достаточно отвратительное. Еще забавно, что там какие-то начали разговоры происходить. Кто сидел, сидел, не сидел. То есть уже начиналась иерархия там какая-то составляться. Это, конечно, дико. Дико интересно. Ну, это реально какая-то такая балабановщина. Это, безусловно, ужасно. Но я подумал, ну, я по-любому как бы не сдохну, там, по-любому все будет... Ну, не прекрасно, типа, но не умру, и уже как бы хорошо. И это единственное, что хорошо. И да, увидеть такую изнанку мира, это действительно очень занимательно. Потому что ты понимаешь, вот это настоящая, как бы, жизнь, а не вот эти все, типа, там, блестящие штуки из клипов. Короче, коляску у меня забрали. Пришла медсестра и говорит, а че ты, типа, на коляске-то? Я говорю, а вот мне дали, типа. Она говорит, нет, тебе не надо. Я говорю, почему мне не надо-то? Она говорит, да смотри, все без коляски, на хрена тебе коляска? Я такой, типа, вообще на коляске удобно, потому что ноги не нужно голыми ногами, ходить по говну не надо. Короче, в итоге забрали у меня эту коляску и пришлось ходить босиком по говну. Так, хронология. По времени где-то уже три ночи. Пожар случился где-то около часа. Там я нахожусь уже где-то в больнице час. Нас примерно человек сорок в этой палате. Собственно говоря, смотрю я на это все и вспоминаю фильм Дудя о Балабанове. И там вот его какие-то родственники и знакомые рассказывали, а жена, по-моему, даже рассказывала, что он любил приводить домой бомжей и смотреть с ними фильмы. И в тот момент я подумал, блин, в этом что-то есть. В общем, я начал лучше понимать Балабанова, потому что, видимо, он что-то понимал. Вот он притаскивал домой бомжей всяких и алкашей. И, видимо, неспроста. А, видимо, потому что сам он, ведя такой маргинальный образ жизни, не раз бывал в местах сходных с вытрезвителями. И, конечно же, в самих вытрезвителях, наверное, тоже. И видел то обращение совершенно нечеловеческое, с которыми сталкиваются люди там оказавшиеся. Просто такая обычная человечность. Он видел какого-то чувака и понимал. По-любому окажется где-то там. И звал его к себе домой смотреть какой-то высокий кинематограф в подводочку. Конечно, эта перспектива намного лучше, чем оказаться в какой-то жести, где с тобой неизвестно, что будет. Так что я переоткрыл Балабанова. Соответственно, вся атмосфера, которая там творилась, это была чистая Балабановщина. Вообще, можно сделать такой фильм и назвать его «Токсикологка». Знаете, вот был фильм «Аритмия», где показана работа врачей скорой помощи. Вот. Жаль ли мне этих людей? Ну, конечно, жаль. И некоторым там помогают, действительно. Потому что какие-то жесткие метадоновые чуваки, которым действительно нужна терапия. И, наверное, какая-то местами жесткая, как бы, вот, ограничивающая штука им нужна. Вот. Это спасает жизни, реально. Вот. Но в целом для врачей весь этот контингент как бы смешивается в один, как бы, комок чего-то невнятного. И просто вот легче как-то это усмирить сразу всех одним способом. Кстати, есть кнут и пряник, они выбирают не пряник. Но больше всего мне хотелось, конечно, не жалеть никого, а выбраться нахрен оттуда. Потому что там вот эта грязь, какая-то вши там прыгают. По-любому я мог там чем-то заразиться. Там, по-любому, туберкулезники были. И что я не схлопотал там какую-то инфекцию жесткую. Я уверен, что это благодаря антибиотикам, на которых я был, когда там оказался. Благодаря высшей силе антибиотиков, короче, я жив и практически здоров. Вот, еще, кстати, интересная вещь, которая там была. Это, значит, туалет, собственно, и, собственно, унитаз. В туалете курили, проход в него открытый, без дверей, без всякой фигни, лишней, ненужной. Зачем это все? Конечно же, не надо. И, соответственно, туалет. Захожу, как бы, в туалет, и там один чувак лежит. Вот, как бы, как бы, вот унитаз, и лежит человек. Его голова под унитазом, голова другого человека с другой стороны под унитазом. Еще где-то там, ну, где-то два, короче, там лежат. Или один поперек. Короче, три там поместилось чувака в туалете. В небольшом, маленьком туалете три чувака поместилось, где головы каждого были где-то в районе унитаза. Вот. И когда, значит, ты спускаешь нужду свою, делаешь пипи, то ты, конечно, стараешься не попасть им на лицо своей золотой струей, но брызги летят, а я не могу, например, убрать их, потому что у меня руки, им больно, и они забинтованы, я ими вообще ничего не могу делать. Это, это, я не знаю, то есть, как это назвать. Давайте подумаем, как это можно вообще охарактеризовать. Как-то беспредел, не знаю. Мне неудобно было, и все, главное, ссали в этот туалет. Многие были вот такие, короче, понимаете, да, точно. Ну, я не знаю, лица не были вроде у них мокрые, как бы, но я думаю, что могло как бы прилететь, и на самом деле я сталкивался, сталкиваюсь с такими вообще первыми, и никто почему-то не додумался их как-то подвинуть, убрать там, хотя там были адекватные какие-то люди. Ну, может, не хотели будить, знаете, для кого-то вот сон как бы ближнего своего дороже всего. Так он, ну, спи, мы тебя не будем будить, мы пописываем вот в пяти сантиметрах от твоего глаза. В общем, да, это, почему я это все рассказываю, ну, это как бы произошло, я подумал, кто еще расскажет, кроме меня? В принципе, откуда еще звукорежиссеру черпать вдохновение? Из жизни, вот он смотрит, как бы, что такое звукорежиссура? Это когда ты находишь компромиссы в звуках, а звуки – это что? Это жизнь, соответственно, компромиссы в жизни ты находишь, короче, и тебе нужен вкус, это твое отношение к жизни, разные субстанции жизненные, и ты, как бы, их балансируешь. И также я балансировал, когда справлял малую нужду, соответственно, то есть, в общем, это все про звукорежиссуру, естественно. И вот еще одна история из той палаты. Совершенно интеллигентный парень начинает орать на медсестру, которая находится за решеткой, говорить «Вы куда меня поместили? Я же вас сам вызвал!» Имея в виду, что вызвал скорую помощь, он ей говорит «У меня панкреатит, мне больно, мне нужна медицинская помощь!» А ему медсестра «Да что, ты сдох, пидорас! Что я не набежу нахуй таких, как ты!» И она прям так это и говорит, я думаю «Что? Что?» Вот, я понял уже, что вообще эти люди находятся в какой-то другой парадигме ценностей. В итоге она такая, типа, уже говорит этому парню, что сейчас Олега позовет, да, а как вы помните, в предыдущий раз, когда кто-то, ну, кому-то не понравилось что-то, пришел, значит, условный Олег, имя вымышленное, и как бы успокоил взволновавшегося человека. И, соответственно, этого тоже, как бы, она сказала «Мы сейчас тебя успокоим!» Он, короче, «Да мне больно!» И чувак сидит на корточках, такой, типа, видно, что я вижу, что ему больно, ему реально больно, он, типа, не играет. Она говорит, «Я тебе, типа, могу дать амипрозол». Вот. И он такой, «Да, да, дайте мне амипрозол». Она пошла, такая, не очень, как бы, без большой охоты, дала ему амипрозол. Я говорю, «А мне тоже дайте амипрозол, потому что у меня живот болит, а мне целую ночь сидеть надо, там желудочный сок, а мне он не нужен, как бы. Нет, тебе не дам, пошел нахуй». Как? Зачем так грубо вообще со мной разговаривать? Вообще, не нужно грубо разговаривать. Мат нужно использовать, как-то, чтобы весело было. Не стало ему лучше от этого амипрозола? Ну, соответственно, что там амипрозол поможет? Таблетка, которая работает с ингибитором протонной помпы, она сработает, если три дня подряд пить там несколько раз в день. А тут нужно срочно что-то сделать. В итоге, короче, он дальше начинает что-то там выйти, а она говорит, «Я тебя сейчас уколю!» Он говорит, «Колите меня!» Она к нему подходит, и колет ему снотворное, наверное, какое-то жесткое, короче. И, в общем, он тоже на полу отрубается и засыпает сном ангела. Ну, еще, соответственно, меня там как бы не раз назвали наркоманом кто-то из медперсонала, хотя я говорю, «Ребята, я вообще не пил ничего, как бы это... Смотрите, я трезво, адекватно, из чего это вообще-то говорите?» А там один раз, типа, мимо меня, когда приехала скорая, кого-то занесли или завезли, и медбратят, типа, я говорю, «А что, дайте мне отсюда выйти?» И он такой, «А реально, что ты здесь делаешь? Ты вроде трезвый, нормальный». И я такой, «Ну да, действительно». А потом он такой, «А там темновато было?» Он такой, «А, ты поджигатель?» Какой в жопу поджигатель я? Вы что, ребята, короче?» Я это воспринял как будто они мне мстят, что ли. В итоге пробыл я там 15 часов, не спал, не получил должной медицинской помощи, мне не помогли с моими ожогами рук, кровь, которая вначале говорила, что как только будет известно, какая у тебя кровь, там что-то, кровь, короче, кровь тоже никакую, я не получил анализы своей крови, и поэтому я не знаю степень своей интоксикации. В принципе, я с такой же легкостью мог бы пойти в травму, которая недалеко находится от моего дома. В итоге я попал в эту травму, наверное, часов через 15 после того, как произошел пожар, что не очень хорошо, но все-таки уже неплохо, потому что все-таки руки мне перевязали, их обработали, видимо, жестко я как-то не наглотался, тоже как бы хорошо, с легкими потом проблем не было, хотя у меня астма, и как бы дало бы все знать. То, что произошло, я об этом, в принципе, не особенно жалею, потому что я остался жив, получил какой-то необычный опыт, какой-то прям увидеть самый нижний какой-то слой жизни, поэтому я рад, что такое сумел наблюдать и остался жив, и могу теперь про это рассказать, и вы это слушаете, вы думаете, что неужели реально, да, пляха-муха, реально, по-настоящему такое, как бы, происходит. Да, я сначала хотел написать какую-то жалобу или что-то типа того, вот, но потом, ну, подумал, что нет, вот это ремонт, еще надо это с пожаром разбираться, короче, не успею, я за всем угнаться, как бы, то есть, жизнь накажет каждого, никто не окажется, как бы, безнаказанным, бог, как говорится, судья. А, во, еще интересный факт, когда уже все там собираются на выход, подписывают какие-то бумаги, непонятно какие, заходит какая-то вторая медсестра или что-то типа того, и у нашей типа спрашивают, что, в этот раз никто не умер, а она говорит, не, никто. Я думаю, ого, ого, то есть, вот как оно бывает, то есть, еще нормально, видите, все прошло. Вот, собственно, вся суть истории заключается в том, что звукорежиссер, интеллигенция, перед пожаром, перед вот этим всем, я там сидел, спокойно читал, там, Ричарда Докинса, Макеавелли, и тут я попадаю просто в какое-то безумие, где выясняется какая-то тюремная иерархия между пациентами, в общем, такое, словил небольшой когнитивный диссонанс, увидев общество, так сказать, в трехмерном пространстве, вот, так что да, и такое, соответственно, бывает. А, кстати, зацените, в прошлый раз я вам показывал, как у меня до сих пор подъезд был обугленный, подгоревший, и я, типа, перекрасил потолок, потому что социальные службы что-то у нас не очень, я подумал, ну, надо, чтобы подъезд был покрасивее, и не все, но чуть-чуть я там... чтобы вы понимали, в прошлый раз это все было чего будет, теперь пилы. Итак, что нас ждет в следующем выпуске, потому что будут выпуски и выпуски, значит, я еще не рассказал конкретно о донатах, как это происходило, сколько мне там накидывали, в общем, не показал, что я сделал по ремонту, вот вы это все видите, и я про все это расскажу, как я делал, и я это расскажу, чтобы было интересно слушать, потому что нет смысла делать неинтересно, нужно делать интересно, если вы досмотрели до этого момента, то вам интересно, и, соответственно, вот вас два-три человека, а может быть десять тысяч, посмотрим, сколько там чего, короче, как исторический какой-то факт, я покажу, что я сделал, чтобы будущее поколение звукорежиссеров понимали, как можно сделать студию звукозаписи, йоу, до новых встреч, с вами был Андрей Суперфлай, ну и лайкните там и комментарий напишите, потому что это очень важно для меня,